СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда пришли русские, все, что возможно, они все скупили. Такие дома, они никогда не продаются. Они передаются из парк. Почему я купил? Этот дом сегодня, у меня приходит иммобиле, дает 70 миллионов евро. Не, ну это оазис. Могу найти. Вот я, вот мой младший брат, а вот моя мама. А почему детские фотографии мало сохранились? А кому было сохранять? Спортинтерналь, дом, тюрьма. Кому, кто? Нам до фотографии тогда было. Иди сюда, Макс. Макс. Макс, сейчас. Когда мне было 14 лет, Господь Бог меня послал выпить квас. Я пришел вот к бочке с квасом, и вдруг подходит группа молодых людей, постарше меня, года на 4, на 5. И вот мы начали с ними разговаривать. И тогда я узнал, что грабеж инкассаторов был настолько вот элементарен, практически они оружие тоже не носили. И эти два парня выхватили сумку, бросили мне через забор, сами убежали. И я убежал. Вот так началась моя эпопея в советских лагерях. В российских тюрьмах существует свой мир. Ни подконтрольный, ни администрации, никому бы то не было. Это свой мир, своя жизнь. Это свои унижения, свое достоинство, свои страхи. Я научился видеть людей, очень хорошо разбираться в людях. Порой там отношения намного-намного чище, чем на свободе. У человека там выжить, который изнасиловал ребенка, убил, у него нет шанса выжить там. Первый раз это была детско-воспитательная колония. Человек администрации поддерживал порядок. Он много изнасиловал детей. И вот когда мы ходили там по 100 человек, левые, левые, раз, два, три, и кто-то сбивался с шага, если он попадал в любую часть тела, это был шок. Он мне переломал всего. И после этого взял меня, как уже вареный овощ, и выбросил меня в окно. Все понимали, что надо что-то делать. Я работал в кузне, и я чувствую, какая рука лягла мне на плечи. И тогда вот этими тлещами, которые сами содержат тысячи с чем-то градусов, я обхватил его этими тлещами. Рядом лежал лом. И я этим ломом его смог уже в этом положении добиться. Но я убил не его, я убил страх. Когда я пришел в Житомирскую крытую, и в Житомирской крытой был такой майор Махно. Он говорит, здесь вас будут бить 26 часов в сутки. Начну я. И прапорщик читает там, Звягинцев. Хлебутин. Майор Чук. Подходит ко мне. У меня крестик. Алюминиевый я сделал из банки. Он говорит, а это что такое? И я перехватываю его руку. Но это равносильно выстрелу. Они ошалели. И вдруг прапорщик, беря мое дело, говорит майору, особо опасно. Владея рукопашным боем, лучше не придумаешь. И Махно на меня посмотрел. И к другому пошел. Он же хочет бить безнаказанно. Бить безнаказанно. И тут вдруг появляется персонаж, который может ему выбить глаз, разорвать горло, ударить печень так в печень, что умрет через полгода. Ну зачем ему надо? Потом, что он со мной сделает? И может, этого легче не станет. Никогда не работал. Вообще. У меня было внутри что-то то, что я еще не понимал, но интуитивно чувствовал, что я на них не должен работать. У нас были эпизоды, когда к банку подвозили трупы. Оставляли возле банка. Нас предупреждали таким образом. МВД. Они же работали на определенные структуры финансовые. После того, как вы не получали по полгода заработную плату, а вы полковник, вы должны были зарабатывать деньги. А мы не всегда давали. Ко мне подъехала милиция. Взяли меня сразу, значит, конвой, мне наручники и в машину. Они меня везли в лесомассив убить. Он мне все об этом уже рассказал в машине. Патрон в патроннике, ствол в затылке, я в наручниках. Я выбил руль, и мы столкнулись с другой машиной, но они погибли. Вы видели другой шанс мне выжить? Я его не видел. Дали бы вам сейчас заполнить две графы. Кому вы больше верите, бандитам или МВД? 75% поверят бандитам. 84, да? Меня вот легионер поправил. А покажи мне в России человека, у кого нету криминального прошлого. Назови одного. Существовал легендарный ночной клуб «Парликин». Двоих или троих владельцев убили, где встречались все бандиты города Москвы из разных группировок, между которыми была война. Причем кровавая война с убийствами, с автоматными очередями. Но пакт о ненападении существовал. Это было место для тусовки. А утром там никто ни с кем не считался. И главное решался вопрос вот это пуля или взрывным устройством. люди старались приватизировать все, что попадалось под рукой. Вот этот персонаж скупала акции за бесценок. Отказать им не могли. Это равносильно заказывать себе место на кладбище. Он лично сам убил человек 200. Я хотел его убить. но это касалось конкретно моей жены, моего ребенка. Он заминировал машину, в которой мы не ехали. Он понимал, что если он это сможет, то он меня полностью деморализует. Я никогда не пользовался никакими киллерами в своей жизни. Я лежал на крыше, была зима. Я бы сдал там, наверное, 6-12-14. И уже весь замерз. Я через оптику смотрел, когда он выходил из ресторана. Я знал, что он бывает там практически каждый вечер. Это была его вотчина. Это оперативники тоже знали. И когда он выходил, они напали на него, смогли одеть наручники. Они его затолкали назад в этот ресторан. И уже через черный ход, куда я не смог подойти, они его увезли. И вот я впервые плакал, когда я не смог выстрелить, убить. Россия, часть якобы Европы, но Россия более брутальная, более жесткая. Европеец, вот он нашел какую-то нишу в своей жизни. Ему есть 10% годовых. Он доволен безумно. Он хранит. Он старается приумножить. Он очень дорожит этим. Россия другая. Я уже жил в Париже. Министр на земле дела Рушаева передал письмо Ельцину, в котором говорилось, что в Париже по такому-то адресу живет человек, который готовит покушение на Бориса Николаевича Ельцина. Ранее организовал вооруженное сопротивление его охране. Ну, это мой бывший компаньон. Это был очень сильный, влиятельный человек в России. Он был вхож к Ельцину. Так вот. У меня дома при обыске было найдено оружие и документы, которые позволяли мне ездить по Европе. А я в это время был в Израиле, в Тель-Авиве. И передо мной стояла такая дилемма. Если я откажусь пристать пред правосудием Франции, я подтверждаю обвинение. Если я приезжаю во Францию, я могу пожизненно получить. Естественно, я выбрал второе, так как я не был ни в чем виновен. И был суд. Мне дали условно. Я находился под подпиской о невыезде из Франции в связи с расследованием дела о покушении на Ельцина. В одном из дней, которые я должен был отмечаться, меня встретили очень приятные молодые люди и спросили, если мы знаем, какое вы имеете влияние, не могли бы вы случайно оказать нам помощь, потому что четыре человека французов находятся в плену Чечене. Лично Ширак обратился к Ельцину, чтобы Ельцин помог, но он не смог ничего решить. У меня был парень один, Чечен, он очень уважаемый там. Вот он когда-то со мной сидел в лагере. И была ситуация, при которой я спас ему жизнь. И за две недели он мне их нашел живыми, и их здесь встречали во Франции. Это освобождение стало самым загадочным освобождением за последние месяцы, в подробности которого, как и самих пострадавших, два дня французское посольство в Москве тщательно скрывало в своих стенах. Меня бы в первую очередь отсюда попросили бы, мягко сказать, в первую очередь, не будь войны в Чечне, как мафия, самый-самый-самый-самый-самый сильный, самый бандит, самый главарез, самый каннибал. Лизонька, доченька моя, ты мне позвонила папе, сказал, пап, вот я хочу поехать. Лиза, ну общественные транспорты лучше сейчас воздержаться от них. Вот так. Лизонька, из-за гриба. Все дело в том, что у меня война была. Алюминиевое сообщество, которое я занял свою нишу, это же огромные-огромные дивиденды. И, конечно, им надо было решить вопрос со мной. Меня обвиняли, бог я знаю, в каких вещах. И они хотели меня экстрадировать в Россию. Всего. Всего. И мне необходимо было себя легализировать. Но я просто понимал, что это все возможно в России. Но у меня был уже период, когда для меня она только могла закончиться как бы так вот в другой плоскости. Только смертью. И если бы я в тюрьму попал, то я там хозяин. Ну что? Им это не надо. в том числе и не остается поварившись на тягах. Милый господин решил перед Богом узаконить мою жизнь. А потом господин Мил говорит, ну почему у вас церковь в таком плохом виде? Потому что нет средств, чтобы чинить. Очень просто. Когда я взял номер счета у владыки и перевел, получилось где-то около 600 тысяч долларов, естественно, у владыки Варнавы сделали обыски, брутальные, варварские. И, конечно, их забрали в кутузку. Во Франции вы не можете принимать деньги, если вы не знаете происхождение денег. Но простите, по Евангелию правая рука не знала добро, которое делает левая. Но эти деньги, как мы видим, они инициировали то, что мы выиграли все суды. И сегодня мы можем говорить о том, что это русский храм. И вот с Божьей помощью мы с тобой должны многое сделать. Купола будут золотые. Мы хотим этот храм сделать на задание все, что русские возвращаются. С Божьей помощью. Обнимаю всех. Спасибо вам. Вот по Каннскому храму. Об этом узнал Путин. Он дал команду. И мне дали индульгенцию, что мы надо, мы вам дадим любые бумаги с России. Потому что они понимают, что я сделаю это искренне. В ресторане встречаются, одевают галстуки, белые рубашки, дорогие костюмы. Приезжают на дорогих машинах. Садятся в ресторане, спокойно ждут друг друга, в Москве говорят, решают вопрос. Не договорились. Киллер взрывник. Человек погибает. А здесь разрешено? Бетонированные боковые стекла? Я знаю, что здесь не разрешают. Это брать бронированные. Здесь это, слава богу, в общем-то... Так сейчас мирное время? Будем надеяться. Но в мирное время порох надо держать сухим. Дعви! Присоциым? У меня есть брокет? А, смеши. Спасибо, спасибо, Маргасель. Сега-ша. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Проходите, мы вас ждем. Так вот, это Павел Буре и Басово. Это миллиардер. Бандюга, видишь, какой всадкий? Ну, помогает России. Уйди отсюда сигарой. Варвар. Самый богатый человек в России. Ой, браво, Федорик, браво, браво. Мафия в России. Это группа чиновников. Но их тоже убивает чиновник. А убивает за следующее. Есть объект. Ему за этот объект дали 15-20 миллионов, чтобы он приватизировал объект. Проходит месяц, два, год. К нему говорят, Сергей Сергеевич, вы обещали же приватизацию. Да, обещал. Ну и что? У меня не получается. А дайте деньги назад. У меня нет. На дальнейшие действия тех людей, которые давали деньги. Кто больше является бандюрой? Тот, кто сотни тысяч людей оставляет обездоленными? Без средств для существования? Или тот, кто залазит в кошелек? Ни один чиновник, ни один хапуга близко не делает то, что делают люди моего плана. Ни один, никто в России столько не делает. Чтобы вам было понятно, что это такое, как вы говорите, ровью в законе. Эта икона написана по велению царя Николая. Смотри. Вот Рублев, 1405 год. Вторая икона только в Кремле такая. Вот весь спас на троне. 3 метра и 14 сантиметров. Ее нету ни одной в мире, только одна такая. Это распятие, вес в Иерусалим. И вот эти все иконы я отдам в храм. Но я отдам таким образом, чтобы они были пожизненно за моей семьей. Я являюсь сегодня президентом ассоциации Каннского храма. Это было благословением патриарха Кирилла Московского и владыки Илариона русско-зарубежной церкви. Я являюсь президентом, чтобы мы уже новую ассоциацию создали, новый выстав. Так что, вот видите, что-то получается у нас. Если не мы, то кто?